Здравствуйте, я Людмила Корнеева. Если вы будете внимательны, а качество видеоизображения достаточно высоко, то сможете заметить, что большие белые буквы названия фильма Йорк Салантимаса «The Favourite» как будто вырезаны или сотканы, свалены из белого кроличьего пуха. И кое-где за линией края очертания букв даже выбиваются отдельные едва заметные белые ворсинки, пушинки. Это явная отсылка к 17 кроликам королевы Анны. Фильм начинается с разговора о кроликах, кролики же снуют и в самом последнем кадре. Только в начале фильма это вполне реальные животные, сидящие в своих клетках, а в последних кадрах они становятся множищимися призрачными образами. Режиссер как бы предлагает нам подняться над конкретикой бытовых деталей и увидеть, понять то, что за ними кроется. Фильм Йорк Салантимаса «Фаворитка» в жанровом отношении определяют как исторический фильм и черная комедия или драмеди, то есть комедия-драма. Но именно жизненная трагедия королевы Анны в исполнении Оливии Колман является главной сюжетной линией. Комедийные же нюансы — всего лишь специфический прием контрастного оттенения и усиления, подчеркивания трагической судьбы героини. Можно сказать, что кролики, о которых напоминают даже титры с названием фильма, символизируют, обозначают нечто самое важное в жизни главной героини, то, что некоторым образом определяют все другие события и отношения. И это 17 детей, которых потеряла Анна Стюарт, королева Великобритании. «Courage grows strong at a wound» — «Мужество крепнет от раны». Эти слова являлись девизом королевской династии Стюартов, последним представителем которой и была героиня фильма. Английская wound — это не только физическая телесная рана, это и раны обиды, оскорбления и даже муки любви. Анна Стюарт почувствовала и испытала все эти раны. Вспомните физические страдания героини фильма от подагры, незаживающих язв на ногах. А простой народ, вначале радостно приветствовавший восхождение Анны на престол, позже по некоторым свидетельствам распевал о королеве Анне песенку со словами «Я прославлюсь среди бритов не умом, так аппетитом, до еды охочая ем с удра до ночи я». Ну и, конечно же, муки любви. Прежде всего, материнской любви. Брак принцессы Анны, будущей королевы Великобритании, с принцем Георгом Датским, был династическим, то есть был заключен по договору. Однако они оказались верными и преданными супругами и действительно всегда поддерживали друг друга и в радости, и в горе, которого на их супружескую и родительскую долю выпало очень много. Муж королевы Анны, принц Георг, умер в 1708 году. В том же 1708 году, но уже после смерти принца-консорта, начинаются, согласно сценарию, события фильма «Лантимаса. Фаворитка». В этом фильме действительно много юмора. Вспомните дуэль взглядов герцогини Мальборо и Роберта Харли, утиные бега, развлечения с бросанием фруктов в обнаженного придворного. В том числе с разными оттенками смеха или даже доходящие до отвращения насмешки, зритель нередко смотрит и на главную героиню, королеву Анну. Она производит несколько несерьезное впечатление уже в самом начале, когда просит леди Мальборо поздороваться с кроликами. Сара отказывается, говорит, это выше моих сил. Порой, впадая в депрессию и отчаяние, Анна начинает многое некрасиво есть, доводя себя до блевания. А еще и те сомнительные телесные занятия. Но эта слабая, кажущаяся порой не очень умной, обжирающаяся королева, мать, потерявшая 17 детей, 17 кроликов в спальне Анны, по одному за каждого потерянного ребенка. И она помнит день рождения каждого из своих умерших детей. И она знает, какой именно кролик кого из ее детей олицетворяет. Не на мгновение, не задумываясь и не вспоминая, Анна абсолютно уверенно говорит, сегодня день Хильдебранта. «Это который?» – спрашивает Эбигейл. «Вон тот, робкий, но упрямый», – показывает на одного из кроликов Анна. И ей приятно внимание даже служанке к этим своим условным деткам, до которых никому на свете, кроме нее, матери, уже нет дела. Представьте, какое материнское горе несет на своих плечах эта женщина. Неуклюжая, смешная, не очень, как кажется, благоразумная. Но обратите внимание, когда королева Анна смотрит на этих кроликов, воображая в них своих детей, она улыбается и в этот момент становится очень красивой. А потом Анна добавляет, «Со смертью каждого теряешь частичку себя». Из исторических фактов, оставшихся за рамками событий фильма «Фаворитка», известно, что у Анны было не менее 17 беременностей. Некоторые из них закончились выкидышами на поздних сроках или рождением мертвых детей. Некоторые дети умирали буквально через несколько минут, часов или дней после рождения. Четверо детей умерли до достижения двухлетнего возраста. Сын Уильям, единственный ребенок Анны, преодолевший рубеж раннего детства, скончался в 1700 году в возрасте 11 лет. Анна приказала отмечать трауром каждую годовщину его смерти. Последняя беременность Анны закончилась выкидышем в том же 1700 году. Современные медики на основе сохранившихся сведений и упомянутых в них симптомов предполагают, что кроме подтвержденной подагры, болезненное самочувствие Анны и ее неудачной беременности возможно, могли быть связаны с такими диагнозами, как красная волчанка, синдром Хьюза или сахарный диабет. Еда и тайные утехи Анны в фильме «Фаворитка» это тонко изображенное режиссером стремление героини заглушить душевную боль. Ее попытка отвлечься от душевных мук усиленным раздражением физиологии, телесности. По такой психологической схеме люди нередко действительно попадают в разного рода физиологические зависимости. Не знаю, можно ли сказать, что Анна оплатила заранее все свои слабости и грехи. Но предполагаю, что у Анны так болит душа, что она не в состоянии думать о грехах телесных именно как о грехах. Для нее все это от обжорства и до, несомненно, порицаемых в ее кругу телесных утех просто ряд приемов замещения или отвлечения внимания. Анна постоянно пытается найти хоть что-то обезболивающее душу, физически отвлекающее от душевных страданий, позволяющее забыться. Танец Эбигейл после нервного срыва от услышанной прекрасной музыки из того же ряда. Кстати, при депрессии действительно неплохо помогает любая физическая активность, любой физический труд, долгая и быстрая ходьба, танцы и все тому подобное. Но заметьте, Анна танцует с Эбигейл без музыки. Почему же? Прежде чем говорить о несколько скрытой сути этого эпизода, замечу, что в «Фаворитке» музыка не только привычным образом подчеркивает характер видеоряда, но часто и контрастирует с тем, что мы видим. Вспомните, например, музыкальный фон, великолепно снятый рапидом сцены с утиными бегами. Или порой мы видим в кадре королеву Анну в виде растрепанной, неуклюжей, болеющей, раздраженной женщины. Звучащая в это время музыка настраивает зрителя на более понимающий и проникающий взгляд на происходящее именно как на трагедию Анны. Вспомните эпизод с музыкантами, играющими во дворе. Немного послушав с улыбкой прекрасную музыку, Анна неожиданно на первый взгляд впадает в истерику. У нее нервный срыв. Гневно крича, королева приказывает прекратить игру и лихорадочно торопится, ковыляя к себе в комнату одна, держась за стены, за подоконники. Встретив в коридоре дворца какую-то женщину с ребенком, Анна в отчаянии отбирает этого чужого ребенка и, рыдая, начинает его обнимать, целовать. Почему же музыка так подействовала на Анну? Дело в том, что музыка не только пробуждает наши эмоции, но и воздействует на высшие функции нашей психики, обращается к человеческому духу. Именно потому, что музыка — это о душе, о том пространстве, где в том числе и постоянные мысли Анны о детях, музыка и повергает ее в нервные срывы, в отчаяние. А потом будет тот танец Эбигейл, телесный танец без музыки. Что касается сексуальных предпочтений Анны, реальная британская королева Анна, судя по источникам, была женщиной абсолютно традиционной ориентации. Другое дело, что ее жизнь невольно стала ранним историческим примером своего рода феминизма. Я уже говорила, что брак Анны с датским принцем Георгом был династическим, договорным. Но их личные отношения сложились на редкость удачно. Супруги действительно нежно и преданно относились друг к другу. Только вот муж Анны Георг оказался совсем нечистолюбив, и его наибольшей мечтой была тихая семейная жизнь. Поэтому королеве Анне, большей частью самой, без особой помощи мужа, приходилось решать все государственные дела. Для начала XVIII, еще глубоко патриархального века, это было не очень типичное поведение замужней женщины, даже если она королева. Плюс к этому длительная близкая дружба с Сарой Черчилль. Плюс еще и тот факт, что Анна оказалась последней королевой из рода Стюартов. А порочить своих предшественников порой любят и королевские династии. Потому неудивительно, что позже, уже во времена королевы Виктории, а мужа королевы Анны Георге, уже откровенно отзывались как о дурачке. А Анну тоже не хвалили. И, как известно, на чужой роток не накинешь платок. Кстати, вспомните эпизод с интимной услугой, скажем так, которую оказывает Эбигейл в первую брачную ночь своему новоиспеченному супругу. В этой сцене живой человек фактически выполняет функцию, для которой вполне могут использоваться и некоторые товары из современного специализированного магазина. Сама суть подчеркнута отстраненных механических действий Эбигейл не большим. Зачем же вводится этот эпизод? Вполне возможно, что таким образом в фильме проводится параллель с именно ситуативно избранным в силу сложившихся обстоятельств условно-техническим, а не врожденным, лесбийским поведением героинь. И, кстати, если такие практики могут быть не врожденными, а ситуативно избранными, если живой человек может использоваться в качестве заменителя, скажем так, некого специализированного товара, то, следовательно, они действительно могут быть пропагандируемы. Ведь пропаганда — та же реклама. А потребность в том, что можно именно выбрать, существенно определяется приложенными рекламными усилиями. Из реальной истории взяты имена псевдонимы Морли и Фримен, которыми обмениваются Сара и Анна в эпизоде с грязевой ванной. Для того, чтобы стереть границы происхождения и положения между близкими подругами, реальная Анна когда-то действительно предложила использовать в письмах, в обращениях друг к другу эти псевдонимы. Надо, впрочем, сказать, что использование в письмах псевдонимов, а не настоящих имен и титулов, еще и безопаснее. Ведь мало ли кому в руки могут попасть письма знатных особ. Так что реальная Анна, возможно, поступала в данном случае не только по-дружески, но и благоразумно. Реальная Сара Черчилль, керцогиня Мальборо, действительно отличалась твердостью, настойчивостью и прямотой. Она действительно практически все могла сказать королеве в лицо. И Сара часто действительно нередко почти руководила Анной. В том числе она порой уберегала Анну от необдуманных поступков. Принцесса, а потом и королева Анна, долгое время довольно позитивно воспринимала прямоту и заботу подруги. Однако после смерти мужа ее длительные дружеские отношения с Сарой Черчилль стали ухудшаться. В фильме виной всему в первую очередь становится другая фаворитка Эбигейл Мэшин, двоюродная сестра Сары. Однако на деле немалой причиной стали и излишне настойчивые действия герцогини, которая старалась отвратить Анну от грустных воспоминаний, связанных со смертью мужа. Чтобы уберечь Анну от тягостных впечатлений, герцогиня фактически не позволила ей присутствовать на похоронах. Затем Сара Черчилль самочинно забрала портрет Георга из спальни королевы и не вернула его даже по требованию Анны. Сара говорила, что это неестественно смотреть на то, что ушло, чего больше нет. Анна же почувствовала себя оскорбленной таким самоуправством подруги, и это разрушило их длительную дружбу. Плюс, конечно же, разного рода дворцовые и политические интриги, которые действительно сыграли в тот момент против герцогини Мальборо, долгое время действительно всесильной фаворитки королевы Великобритании Анны. Если вынести за скобки сексуальные отношения, которых в реальности, вероятно, все же не было, то в фильме Лантимаса довольно точно переданы характеры и психологические тонкости взаимоотношений леди Мальборо и королевы Анны. Всего доброго и до новых встреч!